так всем привет и это у нас обзорчик часов вайдэ заказывались они на китае китайские часы типа с японским механизмом наверное может и с японским я не знаю такие у нас часики крутые кстати сразу хочу уточнить для тех кому не нравятся китайские часы или там считает casio самые лучшие часы на свете а это китайская guano для понтов нафиг такое надо да уже лучше rolex и покупать ребята если вам не интересны такие видео смотреть то просто проходите мимо не надо ничего писать ничего не это самый это обзор для тех кому эти часы нравятся поэтому до свидос вот такие вот часики у нас кнопочки имеются пять штук они не особо многофункциональные это вообще для понтов вот так время смотрим больше ну тут они еще показывают там дни недели но тут хрен прочти так вот эти вот есть секунды месяц там выставляет такой будильник есть а это у нас стрелочками управлять то есть отодвигаются как в обычных часах да и там уже представляете как ремешок у нас металлический есть еще они с кожаным ремешком типа вот такие вот они у нас тут сзади у нас логотип лайды все там написано все очень хорошие качественные я честно говоря думал что вот это вот черное покрытие оно все нафиг слезет после одного-двух месяцев используя ну не так то просто но и слазит он очень хорошо сидит я бы сказал бы из царапин кстати где тут царапинки такие вот я ударился часами не помню об что но ударился вот это стекло мне здесь ударился вот увидели вот и собственно особых таких повреждений это и нету ну так мелкие царапины скажем так в общем в пределах допустимого покрытие держится хорошо нормально вот так вот они у нас выглядят эти часики еще раз внешний вид понаблюдаем тут посмотрим выглядит очень даже замечательно сейчас надо хорошенько протереть стеклышко глянуть нормально вот в общем все замечательно посмотрим со всех сторон понаблюдаем часики довольно массивные тяжелые кстати говоря так что они еще не всем подойдут если кто любит легкие девайс то эти часы не для вас они довольно увесистые таки смотрим 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 обсматриваем внешний вид изначально когда их покупал здесь кстати очень длинный ремешок был даже пришлось на несколько звеньев укорачивать так что для тех у кого большая толстая рука эти часики подойдут укоротить в принципе тоже там не особо это и проблема мастер не там вообще за один бакс укоротил а то по моему дешевле даже их можно укоротить и самому без проблем это если у вас там нет нигде рядом часовщика часы кстати водонепроницаемые проверенная в них уже купался и не раз вот можно мыть их под воду в воде там этот самый все там я как-то ролик делал уже там показывал день и там будет дыхались и водонепроницаемость из не знаю глубину там они поддерживают два три метра три метра поможет такое да в общем и неважно я же на три метра и и не ныряю поэтому мне как бы именно так сейчас мы взвесим сколько они у нас тут весит ну-ка так ага 152 грамма ну такие часики ничего если лишь с пятого этажа на бошку жахнуться то и черепушку пробить молот тяжеленький нормально 152 грамма весит часть на руке они выглядят вот так я ношу на правой руке вы там носите на какой хотите хоть о ноге вот у меня на правой руке удобно вот так вот они выглядят сейчас мы как-то так попробуем чтоб нормально было на вот так вот так будет нормально кажется думаю сейчас на левую руку тоже оденем посмотрим как они у нас на левой руке выглядят сейчас еще на левую ручку оденем для левши и вообще как бы принято почему-то не знаю почему на левой руке носит лично мне на левой руке носить неудобно на левой руке не вот так вот думаю для восприятия тех на левой руке их носит так будет лучше да или нет не знаю в общем такие вот часики вот так вот они себя сейчас мы еще так понаблюдаем внешне как видите часы как я уже сказал большие и тяжелые ощущается такая вещь на руке что что-то что-то есть в общем да и сами часы выглядят очень очень круто выглядит особенно циферки все циферблат как сильный выглядит вообще на самом деле все очень и очень красиво мне такие часы нравится там еще есть другие часики надо будет как-нибудь заказать посмотреть что там будет я боялся что часы будут плохого качества когда они ко мне пришли я перестал бояться и понял что качество очень хорошие на эти деньги которые они стоят у нас то такого качества часы кстати и за 50 баксов не купишь за 50 баксов у нас купишь какой-то гуана те же кассио которые так некоторые любят но мне они не нравятся вообще то есть я сравнивал и сразу вот эти вот и в этой же ценовой политики то блин ну еще просто просто нету ничего чтобы сравнить эти за свою цену куда лучше всяких масел я ни в коем случае не восхваляю но это чисто субъективно мне лично они нравятся поэтому если кому-то не нравится ну пожалуйста на вкус и цвет товарищей нет вайда у нас тут все механизм тут у нас кстати все переставляется вот это вот если мало допустим звенья убрали а вам там все еще широковато немного на то здесь можно еще немножко подрегулировать убавить или добавить меня на всяком случае я добавил на самой 3 стоит вот чтобы они нормально сидели на руке и не давили так что есть такая более скажем так точная подтяжка вот так открывать я внутренности не буду потому что мне как бы и влом да и нарушать герметизацию не хочется а то вдруг потом потекут еще что-то неправильно сделаю так мало ли так что еще раз сейчас победим внешний видят надеюсь я не сильно быстро кручу чтобы вам было заметно надо свет еще так посмотреть чтоб она все тогда это сама ну в общем часики хорошие в дневное время кстати лет циферблат видно не очень ну если на ярком солнце смотреть вообще почти не видно но он не для этого предназначен дело в том что лет циферблат предназначен для вечернего использования то есть когда стрелочек не видно вы можете просто нажать кнопочку и посмотреть сколько времени это очень удобно очень и очень удобно да и красиво выглядит если честно так что часики меня радует вполне я лично доволен приобретением очень хорошие часы сейчас мы тут еще поближе посмотрим где тут наш камера так так хорошо приближает у нас тут все это дело вот в индикатор и тут на камеру мигает на самом деле он не мигает когда на него смотришь не в камеру то все нормально вот такой вот у нас гаджетик все всем пока